Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу рассказать вам про октябрьскую коробочку Glambox. Пришла она в этот раз вот в такой вот штуке. Туда коробочка была всунута, но я не стала обратно всовывать. Это реклама нового парфюма от Хлоэ. Также он здесь был представлен, не знаю, как бы, в чем логика, но он был представлен вот в таких двух, скажем, версиях. То есть в таком маленьком пробничке и в достаточно хорошем, ну, не полноразмерном, но в таком вот флакончике. Не могу сказать, что... да не понравился, короче, вот сразу говорю. Наверное, это что-то типа из серии Розы, ну, в общем, значит, прочитаю. Полная версия 50 мл, 3,790 стоит. Розы с Де Хлоэ являются воплощением нежности. Роза начинает благоухать с первых секунд звучания аромата, источая невероятную свежесть. Постепенно в букете дамасских роз различаются ноты бергамота и цветочный аккорд магнолии. Завершающей композицией завершается композиция тонким шлейфом белого мускуса и амбру, уникальной подписью дома Хлоэ. Но... нет, абсолютно не мое, и розы я тут абсолютно не чувствую. Подобно румянцу, которую оживляют щеки стеклянная бутылочка, украшена красно-розовой лентой. Верный традициям классического силуэта парфюмерной воды Хлоэ. Роскошный флакон увенчан серебряным верхом и прозрачной крышечкой. Ну, где тут полно... да, вот нарисован он вот так вот, такая вот флакончик такой. Не мое, абсолютно не понравился. Дальше, что тут было у нас? Клоранс блеск для губ Gloss Prodigy. Шесть миллилитров тысяча рублей стоит. Он у меня сейчас на губах, но уже такой клали однажды в Glambox, и он мне не понравился тем, что, во-первых, такой же оттенок клали, он немой, он немножко рыжит, и мне это не очень нравится. Также он забивается, ну, как делают белую полоску на губах, лично он на мне. Вот он вот так себя ведет, поэтому я думаю, что и этот блеск я кому-нибудь отдам. Дальше. От Овен. Мягкий гель для умывания. Где он у меня? Вот так вот он выглядел. 200 миллилитров, 804 рубля стоит. Мягко удаляет загрязнение, идеально подходит для тех, кто предпочитает снимать макияж с водой. Специально подобраны мягкие очищающие компоненты. Гиалуронат натрия увлажняет кожу. Термальная вода в Вен 91% успокаивает и снимает раздражение. Мягкий гель для умывания подойдет каждому, в том числе для чувствительной, нормальной или комбинированной кожи. Ну, даже вот если бы я использовала всю эту бутылочку, все равно бы я не поняла всю систему и все прелести этого, этой умывалки. Хотя вот многие говорят, что Вен гораздо лучше, чем некие Виши, Лерош Позе и прочие все эти оптичные, как бы косметика оптичная. Ну, я попользовалась несколько раз, в принципе ничего, но опять-таки смывает, да, хорошо, без вопросов к макияж. Я как раз отношусь к тому типу людей, которые смывают макияж с водой. Вот, ну, как бы сразу, все-таки мне как-то зачастую лень мицеллярной водичкой смывать макияж, поэтому я смываю так целиком все это сразу. Да, хорошо смывает, очищает, ну, да, очищает. Ну, вот от такой маленькой все равно я так особо чего-то не пойму. Дальше, дальше крем для рук от Colorance. Такой достаточно увесистой баночки. Единственное, конечно, плюс Colorance, что в Glambox они кладут достаточно увесистые миниатюры. 30 мл. Интенсивно, значит, 100 мл, 1100 рублей стоит. Интенсивно увлажняющий крем для рук с успокаивающим экстрактом масла кунжута и укрепляющим экстрактом шелковицы. Словно невидимые перчатки обволакивают кожу рук, защищая ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды и возрастных изменений. Дарит ощущение комфортной нежности, сухой, потрескавшейся и склонной к раздражениям кожи. Укрепляет ногти и питает кутикулу. Днем я кремом не пользуюсь, поэтому от окружающей среды я не защищаюсь им. Но вот на ночь я попользовалась. Все-таки лучше лекситановского крема, пока я ничего не нашла, даже был от Кадали крем для рук. Все-таки тоже не то, немножко заявка на лекситан была там, но все-таки не то. Лекситановский крем для рук это все-таки самый лучший крем для рук. Поэтому да, ничего, да, приятный, да, быстро впитывается, не оставляет никаких масляных, никаких следов, очень быстро впитывается. Ну, достаточно, да, хорошо увлажняет, но лекситановский мне нравится больше. Вот так вот. Так, дальше. От Make Up For Ever компактное тональное средство Pro Finish. Одна штука 1590 рублей стоит. Высокотехнологичная запатентованная текстура компактного тонального средства. Вот так вот оно выглядит. Два в одном. Обладает тонкой и легкой степенью покрытия с ультрастойким результатом. Эмульсионная формула Pro Finish содержит на 45% меньше талька и обеспечивает эффект мягкого фокуса, в кавычках. Скорректирует и выровняет кожу благодаря компонентам из серицита, кварца и нейлона, не требуя специальной техники нанесения. Не знаю, может быть дело в том, что оттенок немой, хотя он достаточно светлый, но он мне дал дикую, ужасную рыжину. Может быть то, что маленький вот этот неудобно наносить, то есть неудобно, нехорошо нанеслось, может быть в этом дело. Но у меня подчеркнул он все какие-то мелкие подкожные прыщички, какие-то шелушки, цвет вот рыжий стал ужасный. Потом, ну в общем, жутко не понравился вот такая вот штука. Не знаю, может быть кому нравится, конечно здорово, но вот мне абсолютно не подошел. Он мне подчеркнул все, что не нужно подчеркнуть, все, что он должен зачеркнуть, он мне подчеркнул. Вот, можно наносить тут нарисовано сухим, скажем, способом и влажным. Ну, я думаю, что от влажного еще хуже, в общем, будет, потому что влажный способ мне вообще не подходит. Дальше, дальше опять от Avene Cicalfat крем, восстанавливающий целостность кожи. 40 миллилитров, 650 рублей, тут нам 3 миллилитра положили. Ой, не, не то показываю, дурында. Вот он, показываю не то. Вот он так вот выглядит. Cicalfat – это эталонное средство дермокосметики для быстрого заживления и восстановления кожи у взрослых детей и младенцев. Незаменим как средство экстренной помощи при ожогах, царапинных, раздражениях после эстетических процедур, например, пилинги. Создан на основе термальной воды Avene, успокаивающий и снимающий раздражение, содержит уникальный запатентованный комплекс «Сукральфат плюс медь плюс цинк». Производится во Франции на фармацевтическом заводе «Пьере Фебре» в соответствии со стандартами GMP и нормами ЕС по производству лекарств. Штука достаточно интересная, но у меня, к сожалению, пока нет. Вот у меня как бы было, конечно, я этот прыщик подавила, и у меня он так не очень хорошо выдавился, и я вот этой штукой нанесла. Немножко, да, он заживил, но у меня гораздо лучше заживляют такие вещи маска от Organic Surge. Не знаю, как на ожогах эта штука действует, специально обжигаться, конечно, я не буду, чтобы проверить, но такой вот крем именно как, вот знаете, мне кажется, это из серии, как же называется? Почему-то депантенол у меня в голове. Вот от ожогов, от ран, под бинт вот эту мазь мажут и потом бинтом заворачивают. Как же она называется? Зелененьким таким каким-то рисунком. Блин, забыла. Вот, мне кажется, это вот на эту тему. Достаточно густой такой крем. Ну, вот он размазывается, впитывается, не пахнет абсолютно, и все, он впитался, и никакой липкости, ничего не осталось. Должен, по идее, что-то заработать, ну, как бы, видимо, на каких-то таких экстренных случаях он только работает. Дальше то, что тут не описано, было положено. На самом деле, достаточно увесистая коробочка в этот раз. Параллельно с этим пришло следующее. Вот в такой вот коробке от Лерош-Позе пришли средства для жирной проблемной кожи. Один из них был в таком вот флакончике. Внутри тут были бумажки, брошюрки именно по серии жирной кожи. Но так как у меня уже был опыт, и я уже сделала видео на тему именно вот этого эфакларовского ухода от Лерош-Позе, я уже, в принципе, знала, что ожидать. И, как бы, в принципе, я с ними средствами не пользовалась, потому что ими всеми я уже попользовалась и до этого. Вот, поэтому тут предоставлен умывалка эфаклар, значит, эфаклар дуо – это крем для лица. Крем быстро заживляющий эфаклар и матирующий эфаклар. Ну, не понравилась мне эта марка, она мне абсолютно ничего не сделала, поэтому ничего такого экстраординарного я и от этих всех продуктов тоже не ожидаю. Дальше тут было положено, сейчас скажу, в какой штучке. Много тут всяких бумажек. Вот в такой вот микрокнижечке был прикреплен пробник тональника от Givenchy, значит, вот, Tent Couture. Цвет не мой, поэтому я нанесла, конечно, его на кожу, посмотрела на свое рыжее лицо после него, быстренько смыла и забыла. Ну, не знаю, не могу ничего сказать. Цвет не мой, поэтому, насколько я помню, он забился у меня во все, что только можно. Ну, посмотрите, тут не видно. Я вот смотрю, что у меня видно. Ну, тут вот, вот, виден переход, насколько он рыжий. У меня лицо тоже бледное достаточно. Он рыжий прямо, ужас. Вот, дальше тут были брошюрки множественные. Вот такой вот штуки для волос. И тут от Matrix. И тут приложены. Но я их еще не попробовала. Не ожидаю ничего, в принципе, от этого. Это шампунь и кондиционер. От одного раза, я думаю, у меня ничего не случится. Поэтому я, может быть, даже и пользоваться не буду. Рекламка Хлоя. Конфетки. Кстати, три конфетки Линдер были положены. Вот эти. Рекламка NYX. Что-то очень много рекламы просто стало. Реклама Алюра. И тут премия приглашения типа. И рекламка приглашения от Академии. Вернее, акция в салонах красоты за подарком. Ну, я, естественно, не пойду, скорее всего, никуда. Ни в какие... Ни за какими подарками. Вот. Это все, что я хотела сказать. Такая достаточно увесистая коробочка. Но, по сути-то, как бы особо-то ничего хорошего-то в ней нет. Вот так вот, наверное. Все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok